Отекая лишнее. Минимализм в дизайне, в жизни, в бизнесе. В этом видео я хочу поделиться с тобой своим принципом, который я проповедую, продвигаю и который мне помогает быть эффективнее, быстрее и четче во всем, что я делаю. Досмотри это видео до конца и я расскажу тебе, как избавиться от хлама и хаоса, который тебя окружает и иметь то, что тебе по-настоящему подходит. Как часто ты сталкиваешься с проблемой выбора? Какие кроссовки купить? Какой подарок на день рождения получить? И как вообще найти дело в своей жизни? Есть много других проблем выбора, с которыми ты сталкиваешься. Все это можно решить с помощью концепции, которую я тебе предложу в этом видео. Я сформулировал это как «отсекая лишнее». И в этом видео я расскажу тебе, как эта концепция поможет тебе построить личный бренд, обрасти правильными связями, получать правильные проекты, получать хорошую оплату и быстрее двигаться в этой сумбурной и хаотичной жизни. У меня есть своя теория хаоса. Мне кажется, что в детстве, когда многие из нас росли и обретали какие-то свои первые навыки и напитывали свой визуальный багаж, многие из нас росли в атмосфере уютного хаоса. Что нас окружало в детстве? Я могу перечислить по пальцу. Синий бегемотик из киндер-шюприза, ржавая буква «Е», которая валялась в каждом дворе, вкопанные раскрашенные покрышки, обязательно был бабушкин ковер, на полу возле ковра лежал линолеум, ну потому что его нужно было купить, из каких-то обрезков его насобирали, вот у вас в комнате есть линолеум. Я могу, в принципе, перечислять бесконечно, но мне кажется, самое главное, что случалось, у многих людей это сформировало определенный визуальный подход. И вообще хаос, в котором мы росли, мне кажется, оставил очень сильный отпечаток на нашем сознании, ну по крайней мере на людей моего поколения, моего возраста. Дальше это стало высыпаться из нашей головы на все сферы нашей жизни. На презентации, которые мы делаем, на вещи, которые мы покупаем, на интерьер, который мы себя окружаем, на людей, с которыми мы общаемся, и так далее, и так далее, и так далее. У меня есть гипотеза в том, что мы просто слишком хаотично делаем свой выбор. Мы получаем странные подарки в виде прихватки, очень разных цветов от наших близких. Мы можем общаться с теми людьми, с которыми мы на самом деле не хотим, и никогда бы не стали общаться. Мы хаотично листаем новости и так далее. Мне кажется, что в современном мире слишком много хаоса. Понятно почему. Давай я поделюсь с тобой подходом, который позволит тебе быстрее и эффективнее избавляться от этого хаоса. Как и по какому принципу, к примеру, покупать одежду? Однажды я решил, что мне очень нравится зеленый цвет. Просто потому, что я решил, что мне в этом цвете комфортно, я могу в нем проводить достаточно большое количество времени, и в принципе мне с ним хорошо. Когда я оказываюсь в супермаркете, в этом бесконечном многообразии выбора, мне гораздо легче сделать тот самый выбор, чем многим людям. Потому что я решил, что в моей вселенной обитают вещи зеленого цвета. Тут важная оговорка, я не окружаю себя только зелеными вещами. Я окружаю себя вещами белого, черного, серого цвета, потому что это вещи по сути бесцветные. И все остальное, все, что мне нравится, все, что имеет цвет, как правило, имеет зеленый цвет. Соответственно, когда я оказываюсь перед простым выбором, какие кроссовки мне купить? Да, у нас есть огромное количество моделей, форм и так далее. Но я выбрал из себя один признак, отсек все другие цвета, и я этим признаком сделал зеленый цвет. Соответственно, оказывается в магазине, я смотрю на кроссовки, если нет зеленых кроссовок, что я делаю? Я просто иду в следующий магазин. Это может прозвучать дико, это может прозвучать странно, но тем не менее, это одна из стратегий, которая вам может сэкономить кучу времени. Дальше, если мы это транспонируем, например, на другую сферу жизни, а какую вообще вещь попросить на день рождения? Как получить необычные подарки, но в то же время подарки, которые бы вам понравились и подошли? Конечно же, мы все знаем про виш-листы. Да, мы говорим, подарите мне вот это, подарите мне еще что-то. Но что, если вы не знаете, что вы хотите, но хотите сюрприз? Я думаю, что многие люди хотят сюрприз. Так вот, я провел такой эксперимент, я закатил такую зеленую вечеринку, зеленый день рождения, и я написал очень просто, подарите мне что-то зеленое. Какие интересные вещи я получил в качестве подарка? Мне подарили зеленую губную гармошку, она сейчас перед вами. Мне подарили пару ночей в одном отеле, который называется Green Hills, имея зеленый цвет в названии. Мне подарили зеленую обезьяну, странно, но это копилка. Копилка всегда в доме полезна, в нее можно положить что-то, что вы хотите накопить. Что этим подходом я решил для себя? Во-первых, я создал себе и элемент неожиданности, элемент сюрприза, при этом я ограничил людей и помог им сделать тот самый выбор, который они бы мучительно делали сами. Если мы посмотрим на другие сферы жизни, к примеру, общение, как можно принципы ЦК лишнее применять в общении? Допустим, мы про цвет на время забудем, давайте посмотрим, как можно отсекать не цвета, а, к примеру, коммуникации с людьми, которые вам ничего не принесут полезного в этой жизни. У меня есть один простой критерий, по которому я определяю, стоит ли вообще с человеком взаимодействовать. Если человек в первом сообщении не может сформулировать, что он конкретно хочет и сразу пытается с вами созвониться, выйти на какой-то там видеоконтакт и так далее, это означает, что он никогда в жизни не сможет сформулировать, что он от вас хочет. Что он делает? Он пытается украсть ваше время. Чем больше вы будете развиваться, тем больше вы будете добиваться успеха, вы поймете, что да, деньги это важно, но, конечно же, время это единственный невосполняемый ресурс, который у нас есть. Поэтому больше всего нужно постепенно начать экономить время. То есть признак, если вы отсекаете людей, которые не могут сформулировать то, что они от вас хотят, мне кажется, это абсолютно нормально. То есть говорить нет, нужно научиться, и это один из первых признаков. Как способ отсечения лишнего поможет вам сделать экологичный и хороший коллектив, если вы правильно будете этим пользоваться? Бывает такое, что в вашей команде оказывается человек, который с виду очень хороший, дружелюбный и очень вовлеченный, но постепенно этот человек начинает разлагать атмосферу. И если много вокруг людей с нейтральной оценкой, то есть с нейтральным отношением к какой-то ситуации, человек может очень легко, используя разные манипулятивные штуки, переманить часть коллектива на свою сторону и вообще как бы испортить и сделать так, что ваша компания начинает плесневеть и полностью превратиться в какое-то болото. Поэтому с такими людьми нужно научиться расставаться, таких людей нужно научиться быстро идентифицировать. Со временем вы научитесь очень быстро находить таких людей и не брать их на свои проекты. Поэтому учитесь, тренируйтесь, пусть они таксичат в других местах. Если в вашей жизни есть хотя бы один человек, которого вы в какой-то момент отсекли, поставьте лайк этому видео. Ну и, наверное, моя коронка презентации. Если мы вернемся к теме ковра и посмотрим на большинство презентаций, которые вы прямо сейчас созерцаете в работе в каких-то компаниях или, может быть, вы созерцаете собственное творчество в PowerPoint, вы обратите внимание, что эти презентации наполны хаосом. В чем этот хаос заключается? Это стилистический хаос, это шрифтовой хаос, это цветовой хаос. Собственно, это весь тот хаос, о котором я говорил, когда приводил вам историю про ковер и про ту случайность выбора, случайность каких-то подходов, которые у нас есть в плоскости экрана. Так вот, как можно быстро отсечь все лишнее из слайда презентации? Давайте выберем только один цвет. Это очень просто, можно отказаться от всех цветов. Берем белый, черный, серый как нейтральный. Соответственно, выберите только один цвет. Понятно, что есть бренды и компании, у которых насыщенная цветовая гамма, но, тем не менее, наличие одного цвета позволяет вам сделать очень динамичный не только слайд, но и целую презентацию. Поверьте, это возможно. Дальше можно то же самое сделать и со шрифтами, то есть отсечь все ненужные шрифты, которые у вас есть, начертания, курсивы, обводки теней, и взять одно семейство шрифтов, но с очень хорошим и смелым контрастом в буквах и в размерах построить хорошую динамичную историю прямо у вас на слайде. Я могу бесконечно проводить примеры, которые позволят вам использовать принцип отсекая лишнее и улучшать ваши сферы жизни. Если вы хотите больше узнать об этом принципе и о том, на каком этапе написания книги отсекая лишнее, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там я буду держать экскурсию тех сфер, где еще нужно кое-что отсечь. Ссылка в описании. Если я от чего-то отказываюсь, как не понять, хватит в нем всего? Как не отсечь все? Хороший вопрос. Сейчас подумаю. Дело в том, что во всем, конечно же, нужен баланс. Самое главное — определить критерии, до которых мы отсекаем. Вот если привести простой пример с цветом, вы точно должны оставить хотя бы один цвет. То есть если вы выбрали какой-то цвет, то отсечение вокруг других вещей, лишних цветов, все равно вас приведет к тому, что у вас останется определенная цветовая гамма. То есть мы не избавляемся полностью от вещей и вообще всех цветов. Это один из критериев. Другой критерий. Вы можете определить свои базовые вещи, которые есть, и которые, например, отсекать нельзя ни в коем случае. Для меня это следующие вещи. Это работа, это хобби, которое никак не связано с работой. Это, безусловно, семья, отношения туда попадают. И туда же попадает, например, спорт и отдых. Эти вещи никогда в жизни нельзя отсекать. Другое дело, как вы между всем этим балансируете. Если мы поговорим дальше про опасность остаться без вещей вообще, конечно же, речь не идет о том, что выбросить весь гардероб полностью и купить новые вещи, потому что, как минимум, это дорого. Но если вы прямо сейчас посмотрите, к примеру, на свой гардероб, и, к примеру, вам нравится моя идея выбрать один цвет. Если выбрали этот цвет, пускай будет у вас синий. Если все остальные вещи у вас, не знаю, 50% вещей оказалось других цветов. Дальше вы применяете следующий подход. Насколько я люблю эту вещь на самом деле? Может оказаться, что вот этот красный полушубок странного цвета вы никогда в жизни не надевали. То есть можно пойти по этим критериям, и, соответственно, отчасти вещей избавиться, имея какое-то основное зерно. Не случайно я формулирую этот принцип как отсекая лишнее, а не отсекая все на свете. То есть нужно понять, что лишнее, а понять, что лишнее можно определить только выбрав какой-то принцип, который является стержневым основным. Как я и обещал, хочу дать вам одно упражнение, которое позволит вам сделать вашу жизнь чуть эффективнее. Найдите одну лишнюю вещь у вас в гардеробе, одну лишнюю вещь у вас на слайде, один лишний контакт у вашей телефоне, и попрощайтесь с ними. А о том, как применять этот принцип дальше, вы узнаете, если нажмете колокольчик и подпишитесь на этот канал, для того, чтобы стать быстрее, эффективнее и более насмотренным и стильным, используя дизайн-подход к жизни. Увидимся!